Возможные способы лечения как рака предстательной железы, так и его осложнений, стандартные, традиционные. У меня доклад немножечко на нетрадиционный способ лечения. Оба нетрадиционным способом лечения. Это трансуртральная простата визикулоктомия. Ну, все вам хорошо известно, когда мы производим трансуртральную хирургию у пациентов с раком предстательной железы, называемую палеотивной трансуртральной резекцией. Это поздние стадии, когда есть у пациента стома, пожилой возраст, стоматически отягощенные пациенты, для того, чтобы восстановить самостоятельную мочеиспускание и не оставлять на эрбицейсистомы. Сегодня речь пойдет о другой категории больных и о другой операции, которая называется простат-визиколоктомия трансуртральная. Так ее называем мы. Автор ее Маттиус Ройтер, немецкий ученый, сын известного Ройтера, который был пионером трансуртральной хирургии, называют ее трансуртральная радикальная простатоктомия, что чуть-чуть по медицинским нормам не соответствует действительности. Позвольте напомнить вам варианты трансуртральной хирургии. Все мы с вами исполняем варианты палеотивной трансуртральной хирургии в лечении доброкачественной гиперплазии. Радикальная так называемая трансуртральная резекция предстательной железы не применяется для лечения аденомы, а для лечения рака предстательной железы в отобранной категории больных в очень нескольких клиниках на нашем земном шаре. Почему речь идет об этой проблеме и о возможности трансуртральной хирургии у данной категории пациентов? Хорошо известно, что стандартные способы сопровождаются определенным количеством осложнений, самыми неприятными из которых являются недержание мочи до 15%, эректильные дисфункции до 60%, а вот этот трансуртральный доступ с подходом ткани с другой стороны в общем прогностически может представляться оптимальным для сохранения сосудистых пучков, а учитывая, что вы работаете на глаз и видите все это гораздо лучше и ближе, то и с сохранением наружного сфинктра мочевого пузыря. Вот топографическая оротомия предстательной железы, хорошо нам всем известная. Вот так происходит с ложем аденомы после удаления доброкачественной гиперплазии, а вот так происходит после трансуртральной простаты визиколоктомии, и обратите внимание, что имеется потенциальная возможность сохранения сосудистых нервных пучков, особенно при современной модификации метода, о котором я вам расскажу. Как происходит схема трансуртральной простаты визиколоктомии, вернее на схеме представлена по тому, как ее представляет автор. Он работает на системе низкого давления мочевого пузыря, с обязательным использованием таракара, названного именем своего отца, таракара Рейтера, и при этом давление в мочевом пузыре не превышает 10 мм водного столба, а значит, жидкость не поступает в венозное русло. Потому что самым большим осложнением трансуртральной хирургии, особенно монополярной, является синдром водной интоксикации организма, о котором мы с вами все хорошо знаем. И поэтому эта система, система низкого давления в мочевом пузыре, при монополярном варианте операции, обязательно. Два слова о этом авторе, от Матиуси Рейтера. Опубликованные данные, посмотрите, 1017 больных с средним возрастом 68 лет. Это клинически локализованный рак пристательной железы. Он работает 28-м монополярным резиктоскопом, с таракаром Рейтера. И вот, обратите внимание на его результаты, опубликованные. Значит, среди всех пациентов, ну, классификация, естественно, понятна на 2008 год, да, пациенты распределились по стадиям, были ли пациенты из стадии Т1, Т2, Т3 и Т4, вам это все хорошо видно. Но обратите внимание на результаты операции. Летальность – один человек из тысячи. Осложнение – склероз шейки мочевого пузыря, потребующий инцизии, почти 9%. Поздние стадии недержания мочи – ни одного пациента. Выживаемость – больше 10 лет, посмотрите. Т1 – 82, Т2 – 87% и так далее. И биохимический рецидив в течение 5 лет – 15, 19, 27%, соответственно, стадиям Т1, Т2 и Т3. Что это вам напоминает? Это, в общем, напоминает среднестатистические результаты радикальной простатоктомии 5-летней давности. Потому что сейчас, когда больше робота, результаты, естественно, лучше. Но и все же, это вам очень напоминает именно это. Посмотрите, а это результаты за наблюдением уровня ПСА. ПСА-надир – меньше 1 сотой, 62%. Предел 1 сотая и 2 десятых, 95%. Что это вам напоминает? Это вам напоминает результаты выполнения радикальной простатоктомии в серьезной клинике и практически ничем не отличается. Это один из примеров развития небольшого количества клинических наблюдений в странах Азии. Мне кажется, более лучше обратить внимание на риски, опасности, возможные в выполнении трансфортральной хирургии. Это, конечно же, и кровотечение, и травма наружного сфинктра мочевого пузыря, перфорации пузыря, травма прямой кишки, травма устья мочиточника. Это все то, что может случаться при туре. А если вы делаете его более радикально, то это более возможно. Желтым я выделил осложнения, связанные с тем, что Матерс Ройтер работает только в монополярной электрохирургии. Во-первых, это большой резиктоскоп 28 Шарьер. Во-вторых, это Тур-синдром. В-третьих, электроожоги. И мы решили от этого отойти. Обследование для этой операции стандартное. Мы решили от этого отойти и стали использовать биполярную электрохирургию с постоянным промыванием. Уменьшили размеры диктоскопа. Используем для этого физиологический раствор. И в половине случаев используем тракар-рейтера по особым показаниям. А в общем, выполняем операцию на уровне обычном, как для трансфортуральной хирургии. 51 больной у нас. Стадия рака предстательной железы сети 1, Т2. Небольшие размеры простоты мы брали. Видите, 45 больных имели глиссом от 5 до 7, и 6 от 8 до 9. Использовали различные виды биполярных резиктоскопов. И квазибиполярный, и реальный биполяр. Среди этапов операции, которые описывает автор, который мы применяли в начале своей деятельности, когда использовали моновариантный подход монополярной хирургии, мы делали двухстороннюю вазорезекцию только для того, чтобы канюлировать семя, наносящие протоки, и наполнить семенные пузырьки. Трансректально вводили навокаин в парапростатическое пространство. И, в общем, начинали с диагностической уротроскопии, вставили тракар-рейтера. Сейчас мы этого делаем все меньше и меньше. И вот, может быть, сегодня удастся показать эту операцию. Я буду ее делать без тракара-рейтера и без вазорезекции. А так используем биполярный резектоскоп со всеми преимуществами биполярной лектохирургии и гагуляционный гемостаз. Вот маленький фрагмент этапа радикальной простатоктомии. Просто те люди, которые занимаются эндоскопической хирургией, он будет понятен. Здесь идет уже удаление непосредственно семенных пузырьков с помощью биполярного резектоскопа. Конечно же, эта операция более сложна. Конечно же, она потенциально более опасна различными осложнениями. Но, в общем, имея уже определенный опыт, и дальше я покажу, что у нас уже больше 40 пациентов со сроком давности после операции более 18 месяцев, мы пришли к заключению, что отобранные категории пациентов эта операция показана, она неплохо переносится. Конечно же, я хочу еще раз сказать, я не пропагандирую этот способ лечения, он окончательно не изучен, и он реально все-таки для очень опытных людей, которые выполняют трансруктуальную хирургию простоты много и долго. Вот результаты. Среднее время операции 54 минуты, среднее количество удаленной ткани 41 грамм, плазма-трансфузия потребовалась 5%, до 6% больных. Тур-синдрома клинического мы не имели, лабораторные мы всех проверяем, гипонатриемии мы имели практически 8% пациентов. Травмы прямой кишки, пузыря, устив, мочеточников не было, и особенности тренирования 6-10 дней. Какие проблемы послеоперационного периода? Почему не развивают эту операцию в Европе и в Америке? Значит, во-первых, это послеоперационная дезурия. Почти 40% пациентов, учитывая, что радикально вы удаляете ткани и ничего не шьете, пока восстановится слизистый послеоперационная дезурия. Ну, помимо инфицирования, в патогенезе имеют значение связанные с раком предстательной железы, с непорной регенерацией уротелия, большие травмы задней уретры, чем обычно. Все это проявляется в ариентативной симптоматике, пациенты начинают вас мучать, как их лечить? Мы используем альфаблокаторы, они вам хорошо помогают. Используем в данном случае в стандартной дозе селлодозин, и это действительно помогает нам в ближайшее время избавиться от этих вещей. Далее результаты. Посмотрите, это уже отдаленные результаты. 18-24 месяца, 42 пациента. У них, среди них 36 больных имели ПСА меньше 2 десятых. Основная проблема склероз шейки мочевого пузыря. Много, больше 20%. Значит, по недержанию мочи, в общем, каких-то очень серьезных проблем мы не имели. По данным трансректального ультразвука имели у ряда пациентов остаточную ткань. И что касается эректильной функции, обратите внимание, немного пациентов у нас сказать реально сложно, но те 12, которых мы обследовали, которых была эректильная функция, в той или иной степени она была сохранена. Склероз шейки мочевого пузыря. Как лечить? Это, конечно же, инцизии шейки мочевого пузыря. Причем мы, в отличие от большинства, применяем только лазерное воздействие. Оно реально уменьшает эректиль склероза. Профилактика – это уменьшение глубины резекции, агрессивности области шейки мочевого пузыря. И мы используем препарат лангидаза, хотя мы очень серьезно к этому подходили. Системно мы его используем как сильный антислерозант. Мы проверяли это на структуру хуретры. И хотя сейчас ведется большое исследование в институте Герцена, потому что в препарате, в общем, онкологические заболевания, учитывая, что это гиллоранидаза, вроде как считается не очень обоснованным, применяемый этого препарата. Мы это делали в надежде на то, чтобы уменьшить склероз шейки мочевого пузыря. Я практически заканчиваю. О возможных показаниях для этой операции. Обратите внимание. Рак предстательной железы низкого риска. Это ПСА меньше 10, Глиссен меньше 7 по АМИКО, стадия СТ1-Т2. И наличие инфривизикальной обструкции, требующей оперативного лечения. Сочетание этих факторов. А также предстательствующие операции на простыте, отказ от радикальной простатоктомии, высокий операционный риск радикальной простатоктомии, ряд региозных принципов, биохимический рецидив после лучевой терапии ХАЙФУ и желание сохранить электронную функцию удержания мочи. Противопоказания. Это стандартные противопоказания к трансфернуральной хирургии, операции на кишке, низкая степень дифференцировки опухолевых клеток и молодой возраст пациента. Уговаривать, убеждать, что радикальная простатоктомия – это лучше и это правильно. Ну и вот еще о варианте воздействия. Это… Альсий Георгиевич, заканчиваю. Я не в этом делу, может быть, мы на секунду… У меня два слайда. Правда, я заканчиваю реально. Значит, просто чтобы вы понимали, да, подобную операцию делали с помощью лазера, и посмотрите результаты. Вот это вылученная пристательная железа, трансфернуральная удаленная через эпицестостому. Посмотрите гистологию. Отрицательный хирургический край с перепростатическим жиром. Но, когда вы делаете так, вы обязаны сшить уретру с мочевым пузырем. Инструменты для этого выпускаются, исследуются, но, к сожалению, та компания Трум, которая этим занималась, прекратила это. Вот два здесь клинических наблюдения, опубликованные в 2011 году. И у меня все. Спасибо Эдуарту. Продолжение следует...